Антон, как проходит сбор? Какие у вас ощущения, отличия от того, что было раньше, учитывая нынешнюю ситуацию? Сбор проходит хорошо. Собрались, тренировки, ну, все, в принципе, как всегда. Единственное, что приятно вернуться, наверное. Это самый главный момент. Антон, чем тренировки с Кафановым отличаются от того, что это было до этого, ты первый раз не встречаешься? Я сейчас не первый раз с Кафановым, мы во второй сборной работали вместе уже и очень хорошо знакомы, постоянно общаемся, на сборах часто пересекаемся. В принципе, понимал требования и понимаю то, что тренер-ратарей хочет видеть в команде и все отлично. Ну, есть, конечно, есть отличия, есть какие-то, ну, у каждого, скажем так, свой почерк, да, у каждого тренера есть свои индивидуальные особенности, свои требования, и здесь потихоньку привыкаем к новым. Ты говоришь, что он прям уникальный специалист, один из высших степеней в мире. Вот что такого уникального конкретного ты можешь выделить? Вы знаете, разбираются все в футболе, но становятся лучшими единицы. Вот, наверное, Кафанов это тот человек, который вдается в тонкие детали, которые очень помогают в игре, и, конечно же, тренировки, 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 огромное количество повторений, оно помогает каждому вратарю стать лучше. Антон, какая главная задача или цель вот именно этого сбора для вас? Я думаю, что не только для меня, и вообще для всей команды сейчас такая ситуация сложилась, и нужно понять требования, нужно продолжать тренироваться для того, чтобы быть готовыми, когда придет момент выступать и двигаться дальше. И, наверное, в первую очередь нужно стать сильнее и лучше, чем мы были раньше. Вот, я думаю, это главная цель. Как ты переживал тот момент, когда остался вне сбора после ЧК Европы? Я нормально пережил его, я уже довольно взрослый опытный игрок, который с любым мнением, любое мнение, любое решение, которое было, я, конечно же, его принял, но внутри себя с этим не смирился и продолжил работать дальше. Таков девиз мой в моей жизни, нужно всегда двигаться вперед, забывать, делать над ошибками и двигаться дальше. Ну, там, все-таки, вернусь к Европе, мы желаем вам, чтобы это был не последний ваш турнир, да? Как вы оцениваете ту игру, в том числе, свою игру в матче с биргейцами? Разноречивая оценка, включая после этого матча? Да, я бы не хотел сейчас возвращаться туда, есть она, которая у меня произошла внутри себя, я все разобрал, эту игру убрал в сторону и продолжаю двигаться дальше. Поделитесь с нами, потому что Игорь Девеев говорил о том, что его Лукаку ничем не удивил. Может быть, у вас чем-то Лукаку удивит? Я, Лукаку, мы все знаем его отлично и это великолепный игрок. Но, наверное, делиться тем, что у меня внутри, я думаю, что это не совсем правильно. Самое главное, сделать правильные выводы для того, чтобы дальше не опускать руки и прогрессировать. Динамо сейчас идет высоко в чемпионате. Вопрос по Динамо. Как вы сами чувствуете по поводу конкуренции? Зениту вы ожидаете, что ее все-таки составите? Вы опытный игрок. Давайте я вас, извините, я вас перебью сразу. Мы же находимся в сборной. Давайте говорить о том, что у нас здесь происходит. Мне кажется, что это не совсем будет корректно. Говорите Динамо. Думаете, сейчас не время? Я думаю, что сейчас есть момент, когда в Динамо есть время для того, чтобы немного отдохнуть. Ребятам иностранцам съездить домой или съездить в расположение сборной команды. Всем перезагрузиться, потому что ситуация действительно непростая. И двигаться вперед, конечно же, мы разберем и разбираем каждую игру, которую отыграли. В частности, разберем последний матч с Ростом и будем двигаться дальше, делать работу над ошибками и продолжать только вперед. Этот сбор завершится, я не знаю, как это называется, совместная тренировка с закрытым шпионским матчем с молодежной сборной. Нам не говорят, в каком он формате пройдет. Вы бы хотели сыграть официальную игру или все-таки вас устраивает шпионский матч? Любой игрок хочет играть за сборную, хочет играть при полном стадионе болельщиков. Конечно же, официальные игры, они придают и адреналин, и кураж, и ответственность. Поэтому, конечно же, каждый игрок, у кого вы спросите, он скажет, что мы хотим играть официальные игры. Очень жаль, что, опять же, такая ситуация, повторюсь. Но нельзя останавливаться, и я считаю, что правильно провести этот сбор и наигрывать, наигрывать новые схемы, новую тактику. В общем, становится лучше. Нам есть куда стремиться. Ты сказал про то, что вы сейчас вернетесь со сборов. У тебя есть уверенность в том, что в «Динамо», когда вы вернетесь, будет та же команда, что все вернутся со сборов? Я в этом уверен, я на это очень надеюсь и в этом уверен. Что вы сказали, Себастьян Шаманский, который уехал в сборную Польши? Я с ним общаюсь буквально сегодня, утром мы с ним списывались, днем. Но это останется между нами. Ну ты убежишь, он вернется? Я очень этого хочу и жду, что он вернется. Ведь нам нужно двигаться дальше, вперед. Спасибо. 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 Спасибо.